как хорошо дождик пошел да слава богу это не дождик а просто шланг выпал из бочки дождь нам сегодня не нужен всем добрый день друзья сегодня у нас вот такой прекрасный солнечный денечек это очень хорошо потому что мне сегодня нужно подготовить точнее нам сегодня нужно установить теплицу вот а конкретно сейчас я занимаюсь подготовкой бруса для этой теплицы основанием будет вот этот красивенький брус такого цвета он получается это пропитка ярославский антисептик если кому-то интересно даже этикетку могу показать вот такой вот ярославский антисептик для древесины вначале я обрабатывала сенежки то есть сначала вот сенеж огнебио то есть она огнезащитная а затем уже антисептиком чтобы древесина дольше оставалась вот такой красивой светлой чтобы она не гнила также чтобы не не образовывался никакой грибок в теплице то есть такое обеззараживающее есть действие в этой пропитке и это обязательный этап подготовки фундамента все просыпается весна идет полным ходом сегодня у нас 29 апреля тюльпанчики все уже выпускают свои цветочки видите уже тут бутончики вот это по моему лилия нужно проверить может быть конечно такой-то другой цветочек проверяют периодически свои посадки редиска посмотрите начинает сходить редисочка она очень быстро у нас сходит вот они первые всходе ки вы какие хорошенькие маленькие посмотрите сколько много редисочки уже оказывается взошло я даже не видела так накрою еще снова все она у меня так и будет под спонбондом жить чтобы никто ее тут не покусал не поел это самый лучший способ укрытия и защиты от насекомых то есть под спонбондом никто ее не ест смородины посмотрите какие уже большие тут цветочки они цветочки листочки жечь мусор не особо получается получается конечно небольшими партиями эти густы тоже тут нужно все рубить чистить малина тут еще не про чищеная не порезанная все это нужно убирать тут тоже появился какой-то отросточек похож на пион но может быть и не пион в общем много вот таких каких-то есть цветочков которые начинают пробиваться но пока непонятно как бы что это такое вот ну не знаю вроде пиона вроде и похож на пион все тут сорняках на так сети не сорняк это тоже цветочек такой высокий у него такие стебли голубенькие цветочки вот но мне он не нравится мне нужен я его отсюда уберу а вот это что такое пока непонятно нужно смотреть здесь мускарики тоже очень нравится мне этот цветочек такой милый весенний ярко такой синий очень красиво потом распускаются вот такие белые края у цветочков появляются вот в этой части участка у меня есть такая клумба она ведь огрожена сейчас на кирпичами вот здесь растут преимущественно конечно весенние цветы это ландыши вот это я сразу вижу что это ландыши взошли вот этот цветок забыла как он называется напомните мне в комментариях или на видео подпишу когда буду монтировать этот цветок я не знаю что это за цветок нужно смотреть вот это смотрите пион там дальше мускарики есть но вот это все нарциссы то есть вот эту клумбу ее нужно полностью переделывать то есть поскольку здесь уже есть деревья яблони сливы черемуха вот это черемуха клумбу нужно вписывать существующий ландшафт то есть естественно я эти деревья убирать не буду они плодоносящие вот и нужно тут как-то вот я думаю что здесь холсты будут хорошо смотреться какие-то может быть хвойники невысокие можжевельники какие-то в общем пишите в комментариях что можно посадить на эту клумбу чтобы здесь хорошо смотреться так ну а пока продолжу убирать мусор сейчас пожжем немножко с вами здесь эти посмотрите щавель прорастает это вот примулка это щавель ну вот тут в приствольном круге в принципе примула то пусть и растет нормально вот она тут смотреться все эти стволы нужно побелить чтобы все красивенько смотрелось вот тут нужно все это сжигать пока не очень тут красивая целых три так это все это я малину обрезалась тоже все нужно сжигать здесь же смотрите мать мачеха растет несмотря на то что она лечебная эти цветочки убираю чтобы они у меня тут не пустили семена вот здесь ведь куча тюльпанов скоро они зацветут вот у меня же бутончики везде будет тут красота такая грядка тюльпановая миру вот это вот огромную яблоню она большущая во всем отпиливаю здесь видите вот отбилил этот большой сук тут вообще веток много и вот вижу что вот это вот редко тоже она полностью сухая тоже я сейчас буду пилить побеждена осталось тут ведь такая кора и это мне кажется вот еще одна была ветка помоложена посмотрите тут вот уже конечно такое состояние что лучше эту ветку убрать и потом обязательно нужно замазать вот вот эти места садовым варом но сейчас у меня его нет поэтому просто уберу сейчас вот эти остатки вот эту кору а потом садовым варом обязательно замажу все нашла тут в общем краску для садовых деревьев и кустарников очень люблю когда стволы деревьев покрашены красиво аккуратно понятно что тут еще нужно много всего прибирать вот но все-таки хочется что какая-то красота уже было так тем более у меня есть кисточка я нашла красочку сейчас я вот эти стволики деревьев хотя бы который я уже привела в порядок после зимы все это тут уже обрезала так вот допустим у этого деревца в этой яблоньки уже вполне можно побелись стволик перемешаем и вот так во-первых это очень полезно для самого растения для дерева потому что пубелка она обеззараживает она защищает от различных заболеваний защищает от насекомых пубелки насекомые земли не будут подниматься по стволу вверх и во вторых это очень декоративно смотрится очень красиво нарядно и вот когда даже даже если сад не очень ухожен там допустим сорняки где-то какие-то туда клумба какая-то ну с такими простенькими довольно таки цветочками но деревьев белые смотрится очень очень здорово так вот покрашу и мне нравится когда высоко покрашена то есть ты сейчас повыше постараюсь краски конечно немного и ствол тут ведь не один он так вот троится но все равно покрашу повыше что хватило мне ровно вот на один стволик на этот и вот здесь у груши самый низ покрасила вот но все равно это уже смотрится как-то поаккуратнее так конечно нужно купить краску и все стволики вот так прокрасить о ребятки я не знаю как вы я уработалась просто по самое не хочу вот скопала еще финишную на сегодня грядочку вот брала тут постаралась сорнячки в этот пырей вот сейчас пожгу еще немножко мусор и все но сегодня достаточно завтра еще будет выходной можно вот еще поработать вот так что на этом с вами сегодня прощаюсь всем спасибо за внимание всем пока пока